В Тобольском районе в этом году почти на 7% вырастут посевные площади. Но по их общему количеству эта территория далеко не в лидерах по области. Хотя есть аграрии, которые ставят свои рекорды. Так фермер Михаил Данилов за 22 года увеличил площадь обрабатываемых земель в 400 раз. В его хозяйстве побывала Ольга Куричко. Михаил Данилов бывший механизатор колхоза России. Один из четырех предпринимателей, начавших в 90-е годы в Кутарбитке свое дело. В хозяйстве начиналось 5 гектар земли, на которых он начинал возделывать картофель. Он на сегодняшнюю эту площадь увеличил. И она составляет свыше 2000 гектар. 20 механизаторов работают на новой технике. Недавно закупили в Ризинг 12 белорусов. Оснастили их кондиционерами, чтобы обслуживать зимники. В труднодоступных местах приобрели вездеходы, снегоуборочные машины, вагончики для рабочих. Большегрузную технику для дальних перевозок. С северянами работаем, поставляем корма. Зимой практически все механизаторы заняты. То есть мы строим автозимники. В Заболоте, Топотовольскому району. В прошлом году строили 350 километров, в этом году 284. А еще заготавливает лес. Модернизировал производство по приготовлению кормов. Из своего зерна здесь получает недорогой качественный комбикорм. Помогает сельскому предпринимателю и господдержка. На приобретение удобрения он получил больше, чем полмиллиона рублей. Взял вот эти голландские комбайны Нью-Холланд. И они и стоят высоко, но и сумма субсидий не один десяток миллионов. Благодаря Михаилу Данилову в Кутербицком поселении нет ни одного пустующего колочка земли. В Кутербицком сельском поселении крестьянское хозяйство Данилова – главный работодатель. Здесь трудится 60 местных жителей. Его механизаторы обрабатывают четвертую часть земель Тобольского района. Не меньше 40 человек получили работу в новом придорожном кафе и гостинице. Ну и сейчас хотим построить откурмочную площадку для выращивания молодняка, мясного направления. Ну, скажем, специально для кафе. Смелые планы помогают воплотить супруга и двое сыновей. После вузов они вернулись в родную деревню. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тюменское время.